Меня зовут Артур Брулленборг, я из Вашингтона, округ Колумбия. Я заканчиваю Гарвардский колледж в июне и начинаю карьеру в области стоимостного инвестирования, поэтому я очень надеюсь, что все мы окажемся правы, думая, что этот век будет таким же хорошим, как и прошлый для стоимостных инвесторов. Вы занимаетесь этим с моего возраста, если не моложе, и мне интересно, какая привычка или привычки больше всего повлияли на Вашу способность продолжать учиться и совершенствовать свои инвестиционные решения в меняющейся деловой и финансовой среде. Я бы сказал, что, по крайней мере, в моем случае, я не учился постоянно с точки зрения основных принципов. Вы всегда узнаете немного больше о тех или иных методах, на самом деле я узнаю больше о некоторых отраслях с течением времени, и поэтому, возможно, я немного расширил кругозор, в котором я могу работать. Хотя большое количество средств уже сужает его обратно, к сожалению. Но я знаю о бизнесе больше, чем 20 или 40 лет назад. Я действительно не изменил своих принципов. Основные принципы по-прежнему остаются за Беном Грэмом, и на них в значительной степени повлияли Чарли и Фил Фишер в плане поиска лучших предприятий. И я действительно не узнал никаких новых фундаментальных принципов. Но, возможно, я узнал немного больше о том, как работает бизнес с течением времени. И на самом деле, здесь нет ничего такого... Я имею в виду, что вы должны получить основу для инвестирования, которая, на мой взгляд, берет начало в разумном инвесторе. И в Филе Фишере. Но больше все-таки в разумном инвесторе. А затем, я думаю, вам следует узнать все, что можно об отраслях и предприятиях, в которых, как вы думаете, вы сможете разобраться, если поработаете над этим. И с этим арсеналом вы добьетесь больших успехов, если у вас есть характер для этого бизнеса. А Чарли? Да, ну, конечно, я наблюдал за Уорреном все эти десятилетия. И он чертовски многому научился, даже за последние 20 или 30 лет. Так что, это игра в продолжение обучения. И он может очернить эти мелкие выкрутасы, которые позволяют ему выбрать самую большую нефтяную компанию в Китае или ту или иную компанию. Но одни только эти базовые принципы, которые он знал очень давно, не дали бы ему возможности принимать недавние инвестиционные решения так же хорошо, как он их принимал раньше. Это игра на всю жизнь, и если вы не будете продолжать учиться, другие люди обязательно обойдут вас. Я бы сказал, что темперамент по-прежнему является самым важным, не так ли, Чарли? Да, конечно, но одним темпераментом дело не обойдется. У вас должен быть темперамент и правильная основная идея, а затем вы должны продолжать заниматься этим с большим любопытством в течение долгого-долгого времени. Да, но вам не нужно быть ослепительным, обладать какими-то невероятными идеями или иметь высокий IQ. Чтобы взглянуть, например, на Петр Чайна, и вы знаете, я имею в виду, когда вы получаете компанию, которая добывает 2,5 миллиона баррелей в день, это 3,5 или 3% мировой добычи нефти. И они продают нефть по американским ценам, используя WTI, ну, вы знаете, это West Texas Intermediate, в качестве базовой цены, и там, где им принадлежит значительная часть маркетинга и переработки в стране, ставка налога составляет 30%. Они говорят, что собираются выплатить вам 45% дивидендов, не используя необычные объемы займов. Если вы покупаете что-то подобное за полцены, или, может быть, треть от того, за что продают сопоставимые нефтяные компании, это не является чем-то высококлассным. Я имею в виду, что вам придется читать некоторые отчеты, вы должны быть готовы их читать. Но мне нравится это делать. Но ты бы не сказал, что для этого требуются какие-то высококлассные знания или что-то в этом роде, да, Чарли? Ну, когда ты покупал большой пакет их акций, никто не говорил о том, что тоже покупает. Хвала небесам. Озарение не всегда приходит ко всем. И я думаю, это требует определенной доли того, что старый друг из Амахи называет необычным чутьем. Он говорит, в этом нет здравого смысла. Когда люди говорят здравый смысл, они имеют в виду незаурядный смысл. Я думаю, что отчасти это связано с умением отсеивать глупость и признавать мудрость. И если у вас есть целые категории вещей, которые вы просто отбрасываете, чтобы ваш мозг не был перегруженными, то вы лучше сможете выбрать несколько разумных сделок. Да, мы не принимаем во внимание многие глупости. Вы знаете, мы быстро избавляемся от них. И на самом деле люди злятся на нас, потому что они звонят нам, и когда они оказываются в середине первого предложения, мы просто говорим им, забудьте об этом. Вы знаете, мы не можем предвидеть этого. И знаете, именно так на самом деле работает разум. Примерно 30 лет назад, или около того, в журнале New Yorker была прекрасная статья. Это было тогда, когда проходил шахматный турнир Фишер-Спасский. И это привело к рассуждениям о том, смогут ли люди одержать верх над компьютером в шахматах. И знаете, эти компьютеры производили сотни тысяч вычислений в секунду. И люди сказали, как может человеческий разум победить, когда все, на что вы действительно смотрите, это будущее, результаты различных шагов в будущем. Как человеческий разум может иметь дело с компьютером, который думает об этом со скоростью, которая просто невероятна. И, конечно, они немного исследовали эту тему, и разум... Ну, на самом деле все умы, но некоторые намного лучше, чем другие. Но Фишер-Спасский, по сути, исключили около 99,99% возможностей, даже не задумываясь об этом. Так что дело не в том, что они могли превзойти компьютер с точки зрения скорости, но у них была эта способность в том, что вы могли бы назвать исключением, когда, по сути, они просто использовали несколько возможностей из огромного количества возможностей, которые действительно имели хоть какой-то шанс на успех. И, избавляясь от бессмыслицы, я имею в виду, просто прикидывая, что если люди начинают звонить вам и говорить, у меня есть отличная и замечательная идея, не тратьте 10 минут, если в первом предложении вы узнаете, что это вовсе не замечательная идея. Вам не нужно быть вежливым и проходить через весь процесс. И у нас, Чарли, это неплохо получается. Мы можем очень быстро повесить трубку, правда? Ну вот и все. Все, что вам нужно сделать, это действовать так же, как Василий Смыслов, когда он был чемпионом мира по шахматам, и просто делать то же самое в инвестициях. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!